Мы уже с Ленкой не выходили вместе никуда два месяца. У нас у ребенка день рождения, мы едем купить ей кое-что. Это божественно? Голод такой, да? Голод по покупкам. Я думаю, их седьмой не увезет все, что мы накупили. Елена, куда ты собралась такая красивая? У нас у ребенка день рождения, мы едем купить ей кое-что в магазин. У нас ректор, мы обезопасились, предохранились. Держи перчатки, но я не думаю, что они на тебя влезут. Уже никто не боится этого... Как его называют? Вирус, коронавирус. Я уже даже забыл, как он называется и бог на него. Поэтому предохраняемся и идем покупаем все, что нам нужно. Мы уже с Ленкой не выходили вместе никуда два месяца, представляете? Ленка что-то вообще зашуганная получилась. Получилось, надо своим родителям написать, почему я у вас такая зашуганная получилась. Мы пришли в магазин, в котором есть все. Одежда, еда и всякие такие вещи. Еды у нас пока еще валом. Нам нужны всякие мелочи, аксессуары, чтобы день рождения Наски прошел вот по-кенски. Лена, Лена, твой любимый размер, смотри. Так что есть еще куда расти. Елена, я предлагаю разделиться. Ты будешь посмотреть игрушки. А я пойду посмотреть что-нибудь интересное. Из еды? Нет. Ничего не покупать? Из бытовой техники. Смотрите, какое огромное количество всяких прикольных штук. Это камера. Вот она вот так на магните, видите? То есть она сейчас привязана, но вообще вы ее дома вешаете на магните. Стоит 249 долларов. Две камеры и регистратор. И по Wi-Fi все это соединяется. Можно подключить сюда питание. А можно просто пользоваться как аккумуляторное. А вот это такие штучки, которые прицепляют к ключам, к сумкам. И вы можете всегда найти свою сумку или телефон, или ключ. И стоит это 60 баксов. Технологии в Америке, конечно, фантастические. Все в доступе, потому что народ нормально зарабатывает и может многое себе позволить. О, а это система от Google. Умный дом. Все здесь подключается, всякие устройства. И вы можете в голосовую полностью управлять своим домом. Блин, какие классные наушники. Стоит непонятно сколько. А вот JBL за 50 баксов. А вот это за 100 долларов уже игровые наушники. Уже такие посерьезнее. Я здесь нашел уникальную вещь. Это виниловые пластинки. Представляете, в Америке их слушают, продают. Продают еще всякие проигрыватели в виниловых пластинах. И они здесь именно вот за такую, я не знаю, как-то... Вот привыкли и пользуются. Это, конечно, удивительно. У нас про них уже забыли все. А здесь можно купить вот такой вот Polaroid. Стоит такой 140 баксов. А такой стоит 130 баксов. Это оригинальный Polaroid. Как был у нас в детстве, в 90-е. У нас есть такой, только с маленькими фотографиями. Это вылезает фотография побольше. Ну, с этими цифровыми технологиями дети уже таким не пользуются. Ну, что, пока нам не стесло мозг, надо идти искать Лену. Сейчас я собачек возьму. Отлично. Они там разные, и у них очень красивые домики. А еще вот такой, наверное, надо взять собачий дом. Надо было Насте вместо ее собаки, которую надо кормить, чистить, ухаживать. Надо было купить вот такой домик с собаками, и пускай бы их растило. Хотя это шутка. Животные очень... Собака друг человека. Честно сказать, там ребята меня уже с камерой сейчас выгонят. Надо двигаться быстрее, чтобы нас не нашли. В этом магазине очень не любят, когда снимают. Ну что, до топали мы до спорттоваров. Здесь есть всякие вот такие классные американские перчатки. Стоят полтинник. А есть вот такие прям огромные. Так же есть американские биты, мячи. Мячи для американского футбола оригинальные. Огромное количество всего для гольфа. Включая шарики, подставалочки. А вот велосипедов в этот раз абсолютно нет. И Артему, когда я покупал, мне пришлось покупать на специальном сайте профессиональные велосипеды, потому что все велосипеды в Америке скупили. Потому что народ решил заниматься активным спортом. И вот они. Велики пустые, нет их. Хотя всегда есть альтернатива. Можно купить вот такой трехколесный и ворваться на нем. Ну что, пока Ленка там закопалась с этими игрушками, я дошел до своего любимейшего отдела. Здесь есть все, что нужно для барбекю. Мне многие порекомендовали купить вот такую штуку. Скажу честно, я ее уже купил, она у меня дома пришла. И как раз таки угли мы будем разводить именно с помощью нее. Потому что сегодня нам еще надо приготовить огромное количество еды. Также здесь можно купить вот такие таблетки, которые ложатся вот в эту штуку. И начинают ваши угли гореть. Вот таких штук я не брал. И сейчас мы их возьмем. Еще можно взять вот таких щепочек для копчения. Стоят 4 доллара. Вот такие всякие решетки для овощей. И много-много-много всяких товаров. Пока искал Ленку, набрел на какое-то огромное количество всяких сковородок и всяких приспособок. Здесь есть вот такой вот подносик. Мне он понравился, но я не знаю, можно ли его использовать в духовке. И понравился вот такой. Стоит 13 долларов. Здесь есть такая штука, которая помогает, чтобы жир стекал вниз и не в собственном жиру готовилась пища. Меня в такие отделы сейчас пускать очень опасно, потому что наша готовка стала нашим хобби. И я думаю, пока закончится этот карантин, мы в дверь проходить скоро не будем. Но мы уже с этим начали бороться. А вы напишите, какое у вас хобби, чем вы увлекаетесь во время карантина, без карантина. А мы 1 июня проведем розыгрыш. И самое интересное хобби получит от нас денежный приз. Всем удачи. Я пошел Ленку искать, пока меня эти кастрюли не засосали. У меня все хорошо. После 3 месяцев карантина. Это просто невероятно. Я уже готова купить робота розового. Подстаю и думаю, зачем мальчиковый робот розовый? Лена, я предлагаю быстренько закругляться в этом магазине, потому что я тоже сейчас накуплю всякой хрени, потому что у нас прям голод по покупкам. Предлагаю купить только те вещи. Простила, уже все прям, все. За что ты меня простила? Ой, за то, что даже еще не нашкодил, все равно простила. Я предлагаю покупать строго по списку и бежать быстрее домой к деткам. Хорошо, давай. Пошли, пошли. Заигралась, а то я сейчас кастрюльку влю десяток. Пошли, пошли. Кошмар. Ну что, итак, мы берем вот такие вот штуки. Будем устраивать детям челленджи. Дети уже взрослые. Лена придумала такие классные челленджи. Берем вот такую классную игру. Лена, что тут надо делать в этой игре? Это берете что-нибудь и закидываете в эту дырочку, что пролезет. И кто накидает этого что-нибудь больше, тот выиграл. На самом деле здесь такие мешочки с песком. Стоит такая игра 80 баксов, но это хорошая игра. Вот эта попроще, она стоит 40, но это именно классная, оригинальная. И вот такие вот домики. Чтобы день рождения был весело, надо организовать всякие конкурсы, соревнования. И тогда детям действительно будет классно. И запомнится эта днюха надолго. Ну что, все-таки не смогли бы пройти мимо вот этих вот подносиков. Короче, я себе выбрал вот такой для курочки и рулетиков. А ты себе какой? Вот такой. Мы сегодня будем делать сосиски с сыром и беконом. И тут крышечка есть такая, чтобы дети сразу не хватали. Можно было прикрыть крышечкой. И скажут, ну-ну-ну. И вам покажем обязательно фирме рецепт приготовления фантастических сосисок с беконом. Я думаю, их седьмой не увезет все, что мы накупили. Хорошо, страна... Бах, что-то упало. Хорошо, страна кредитных карточек. Она тебе позволит любую слабость. Что ты еще там нашла, Лена? Это такая тарелочка для сладостей и фруктов. Она очень необходимая нам. Мы худеем. А еще ты хотел для канапочек такую штуку взять, а ты не нашел. Не нашел. Вот она в свете. Нет, в том. Что-то придется держать в руках. Ленка, я знал, что с тобой в магазин ходить нельзя. Ты всего нагребешь полную тележку. Ну, все самое нужно. Да, вот я покупаю экономно. Итого мы потратили 1250 долларов. Места у нас осталось, практически не осталось. Будем сейчас раскликивать по сиденьям. А вот ты покупаешь неэкономно. Ребята, привет. Привет. Чем вы занимаетесь, пока нас нет? Мы рисуем. Кого ты рисуешь, Мечка? Принцесса. 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 И маки. Класс. Ребята, вы голодные? Да. А мы там мороженое купили. Сейчас будем есть мороженое. Сначала только поедим что-то полезное. А у нас не курочка с макаронами. Класс. Вы ее поели? А мы ее. Ты кушала курочку с макаронами? Вкусная? Да. Ну ладно, ребят, пойдемте кушать. Пойдемте. Лена, с тобой будем кушать? Я прячу все, прячу, прячу, прячу. Иду, чтобы Гриша не сожрал все подряд. А Гриша прихватила такую копченую рыбку, пока не видела Лена. Стоит она 12 долларов. И как раз ее мы будем кушать. А сегодня вечером мы будем готовить вот эти вот классные сосиски с вот этим хлебом. Гриша, стой, 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 стой. У меня Ира не одета. Ира, срочно оденься. Прикройся. Ира, Гриша, нас снимаем. Лена, расскажи, что ты тут готовишь так интересно с телефоном? Знаете, в 4 часа сейчас дня у нас, у моей сестры сейчас уже почти ночью, и поэтому я готовлю вместе с ней за компанией. Одно очень скучно готовить. Вот, я дождалась, пока она пришла с работы. Не уходи никуда, не уходи. Да, да, да. Сестра пришла с работы, и мы с ней готовим кушать. И мне не скучно, ей хорошо. Так, а что ты тут делаешь, расскажи? Я делаю сосиски, разрезаю сосиски, засовываю туда сыр, это помогает потолстеть. И когда вы на карантине, обязательно нужно что-то делать, чтобы потолстеть. Смотрите, вот такая штука получается, а когда мы запечем, вы увидите, как это очень красиво. А сейчас смотрится ужасно. Сосиски еще и сало. Темыч, ты любишь сосиски и сало? Да. А мы сейчас с Темычем пойдем красить. Коробки. Коробки. Нам надо покрасить коробки. Когда-то заняться нечем, мы украсим. Четеские дела. Четеские дела. Как только заняться нечем, мы с Темычем идем и красим коробки. А Гришка мне, короче, камеру поставил, чтобы видеть, что я делаю. Прикинь, не подслушивать. Вообще, Гриша за мной следит. Знаешь, вообще ужас, это кошмар. У него какая-то мания, наверное, да. Он вообще, знаешь, подсматривает все. В кабинете камеру поставил. Еще в кухню пришел, камеру поставил. Ярка, я не знаю, сейчас подойте в туалет, еще проверю Ивану. Знаешь, ты, может, лечить его нужно? Нет, его ядом не возьмет. Я пробовала. Лена, мы с тобой строим челлендж. Я буду баба маня. А я, короче, платье купила, заказала. Думала, Эм будет в самый раз в алкоге. Фантастика. Лена, это 16 кадр. И еще раз скажу, ты будешь жарить духовки, а мы пожарим с Артемом на углях. Бананы. Все, уберем, меня Россия ждет. Россия ждет. Итак, пока Ленка колдует сосисками, нам надо вот эти коробки, все перекрасить в разные цвета. И потом из них будем делать фокус. В первую очередь нам надо прорезать дырки для рук, чтобы можно было что-то там насчет. И мы стали мыслить нестандартно. Мы сделали вот такую штуку. Банка, прикрутили к ней лезвие. И таким образом облегчим себе, я так думаю, жизнь. Как сверло большая. Пробуем. Поэтому в жизни все зависит от того, как вы подойдете к любому жизненному процессу. И можно прожить эту жизнь абсолютно иначе. Вот у нас получился вот такой вот ровненький кружок. Делаем, красим и снимаем видосы. Темыч, а нам с тобой сегодня еще надо сделать супер-мега-пранк. Какой? Я отрасил специально волосы. И мы посмотрим, что мы с ними будем делать. А вы заходите на наш тикток-канал и посмотрите, что у нас там уже вообще получилось. Ну что, Лена, давай показывай, что у тебя получилось. Что случилось? Случилось, случилось. Я сдался. Я решил не соревноваться с Леной, потому что, ну... А почему ты расскажи? Потому что я все равно опять спалю что-нибудь, сожгу. А Лена сделает вкусные сосиски. Потому что Легорию сегодня надо было покрасить 26 коробок. И он мне говорит, Лена, да я приду за полчаса. Все сделаю, все будет отлично. Говорит, а потом я приду и сделаю сосиски. И сделаю их круче у тебя. Не сделал сосиски. Пришел, просто есть то, что сделала я. Ну давай одну достань, сейчас разрежем, посмотрим, что это получилось. Мы это вычитали в какой-то швейцарский какой-то рецепт. А на самом деле, это получается, знаете, очень многие делают блоги, снимают видео о том, как похудеть. Вот так, знаете, прям рецепты диетического питания, питания. А у нас, честно, влог о том, как потолстенье. И как вкусно бы кушать. Тёма, чешки будешь пробовать? Это божественно. Папа, не подъедай. Это правда очень вкусно. Даже вкуснее моего шаштука. Лена, скажи, у нас у дочки день рождения грядёт. Грядёт. Что мы будем вкусного готовить? Мы будем вкусного готовить минимально. Гриша сделает мясо какое-то пожаре, а мы сделаем конопешечки. Короче, мы готовим много еды. А я нашёл старые видео, как мы отмечали эти дни рождения, когда ещё жили в России. И когда дети были совсем-таки маленькие. У тебя же сегодня день рождения. Артём, ты знаешь, как желание загадать? Как? Вот подумай о том, подумай, вот послушай, Папа. О том подумай, что ты больше всего хочешь. Что ты больше всего хочешь? Тортик. Тортик. Вот и загадай желание, чтобы ты был здоровенький. Скажи, подумай, так я хочу быть здоровеньким. Я хочу быть... Нет, подумай, подумай. Вот, а теперь задувай свечи, дуй. Сильно-сильно. Давай-давай-давай, дуй третью, третью. Всё, молодец. Да он волшебный. Волшебный, конечно. Видите, мой котик. Маир, вы водненький. Артёмочка Настеньку поздравил? Кто там пришёл? Поздравляем тебя с днём рождения. Желаем, чтобы ты росла красивая. Здоровая. И слушалась родителей. Это Артёмочки заодно. Это тебе пока не с днём рождения. Это просто мы тебе купили. Просто купили, чтобы тоже тебе что-то поиграть. Давай. Сильнее, сильно, 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 сильно. О, молодец. Это было не настолько красиво, зато очень вкусно. Ну что, устроим супер-мега прикол. Тёмочек, готов? Все на позициях? Погнали! Наверное, вот так. Как говорится, бери от жизни всё. И бежать, Тёмочек. И бежать, бежать, бежать. Ну давай, Тёмочек, уже прикалываться, так прикалываться. Надо же для Инстаграма фотку забахнуть. Причине чего оказалось, оно всё вывалилось. Тёмочек, как тебе? Кордос, я тоже себя постирлю. Ну что, кому понравилась прическа, напишите, вам понравилось больше, как я подстриг Тёмоча, или как Тёмочек подстриг меня. Ну что, а вы подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. А мы пошли убирать наши волосы. Всем пока. Пока-пока. Бровь забылся. Ты что делаешь? Чудики.